Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и говорим о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Торговая сессия понедельника оказалась на редкости волатильной. Давно мы не видели такого от первого дня недели, но есть то, что есть. Две важные фундаментальные составляющие на данный момент мы должны обсудить. Это обвал фондовых рынков и, разумеется, то, что происходит с британской валютой в свете последних новостей о значительном ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Начнем с фондовых рынков. Вчера новостью молний стали сообщения международного консорциума журналистских расследований, которые опубликовали данные разведки США о том, что через крупнейшие банки не только Европы отмывалось за последние годы триллионы долларов. Одним из самых уязвимых звенов выступил банк Deutsche. Банк, в принципе, его капитализация снизилась почти на 10%, и такая цепная реакция прокатилась по банковскому сектору не только европейского финансового холдинга. Речь пошла о распродажах банковских предприятий, организаций, учреждений по всему миру. И финансовый сектор стал якорем своего рода для соответствующих индексов, да и, в принципе, для всех настроений в отношении фондовых площадок. Эта новость была абсолютно неожиданной, и на фоне снижения фондового рынка, разумеется, поддержку получил доллар. Я, признаться, немножко удивился, что золото не смогло сохранить свою позицию, учитывая то, что параллельно с этим мы стали обсуждать ситуацию с коронавирусом в Англии. И прецеденты, которые мы сейчас наблюдаем в Великобритании, они могут распространиться также и проявиться в таком же формате в других регионах. То есть, вот, пожалуйста, еще один риск, но почему же трейдеры не сделали ставку на рост золота? Если, друзья, у вас есть версии, предположения, можете в комментариях делиться. Я думаю, что будет интересно и только мне. Не забывайте, конечно же, подписываться на наш канал Амаркет, составлять ваши вопросы в секции с комментариями, и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, давайте по порядку тогда. Раз уж мы поставили крест на вчерашних бычьих притязаниях, скажем так, для покупателей фондовых рынков, то, разумеется, на фоне снижения фондовых секций доллар вырос. На данный момент индекс американской валюты котируется на отметке 93.55. Но поскольку все-таки причина вчерашнего роста доллара, она кроется в локальных, таких форс-мажорных новостных обстоятельствах, я думаю, что расстраиваться продавцам не нужно, потому что рано или поздно, я думаю, что рано уже возможно ближе к концу этой недели, мы снова вернемся к той тенденции, которая была сформирована ранее, благодаря риторике председателя американского регулятора Джерома Пауэлла. Как вы помните, на прошлой неделе Пауэлл подтвердил переход американского регулятора к политике инфляционного таргетирования и, собственно, просигнализировал о том, что ставки будут оставаться низкими в течение длительного периода времени. Я очень много вчера об этом говорил, о последствиях и, в принципе, основных тезисах, итогах прошедшего заседания. Если упустили этот момент, друзья, ну найдите время, посмотрите вчерашний брифинг. В сухом остатке политика ФРС будет оставаться исключительно мягкой, ставки будут на около нулевой отметки до 2023 года и не будут повышаться даже в том случае, если инфляция начнет расти. Поэтому для американской валюты сейчас очень хорошая база до долгосрочной слабости. Я думаю, что, конечно же, серьезным фактором неопределенности выступят президентские выборы США. Ну, не знаю, как доллар, друзья, на это отреагирует. Будем, конечно же, предполагать и пробовать провести параллели, опять же, с предвыборными периодами торговли доллара того, что было раньше. Но это уже ближе непосредственно к президентским выборам. Сейчас я все-таки думаю, что нам нужно сфокусироваться на мягкой риторике Федрезерва и ждать, как вы помните, еще и от Конгресса новых мер экономической поддержки. По-прежнему есть высокая вероятность того, что что-то в плане продвижек в этом вопросе будет уже до конца этой недели. По крайней мере, Нэнси Пелоси на прошлой неделе повесила такую надежду для трейдеров, что какой-то прорыв в плане новых фискальных стимулов может быть. Как только новый пакет согласуют, я думаю, что доллар начнет стремительно снижаться и, возможно, уйдет к своим многолетним минимумам. Очень интересная статья, ну, точнее, не статья, а комментарии Трампа касательно запланированного к публикации полугодового доклада Минфина США о валютных курсах. И вот в преддверии выхода этого отчета Трампа, который, как вы знаете, очень многих обвиняет в манипулировании валютными курсами, предложил, собственно, ослабить курс доллара, друзья. Ну, конечно же, пока откликов чиновников это предложение не имело, но нет дыма, как говорится, без огня. Может быть, Трамп все-таки добьет идею создания также дополнительных искусственных преимуществ для нацпроизводителей через слабость национальной валюты. Это также было бы неплохо, потому что, собственно, такая риторика предполагает ослабление курса американского доллара. Золото немного восстановилось, 1915 долларов за тройскую унцию. Я по-прежнему верю только лишь в рост этого актива. И, как я уже отметил, из-за ожидания новых мер экономического стимулирования и фискальных стимулов от Конгресса, в первом случае от Федрезерва, все-таки слабость доллара должна привести к росту золотого актива. Отметил я фунт, потому что британская валюта была вчера в центре внимания. Больше 100 пунктов потери. Может быть, даже фунт и потянул за собой, в том числе, европейскую валюту. Советники Великобритании, правительство, разумеется, Великобритании по вопросам здравоохранения сообщили, что если сейчас не предпринять меры по ужесточению текущих ограничений, то уже в начале октября в Англии будет фиксироваться 50 тысяч случаев заболевания коронавирусом каждый день. Сразу же после этого правительство Великобритании сделало заявление о том, что, скорее всего, вынуждено будет ввести повторный запрет на перемещение и ввести двухнедельный карантин, чтобы, опять же, попробовать взять под контроль текущую ситуацию. Судя по тому, что эти комментарии были сделаны, разумеется, все заговорили о том, что фунт, может быть, из стран большой десятки является самым менее привлекательным инструментом для инвестирования. Работать с фунтом сейчас точно не нужно, друзья. У нас есть европейская валюта, мы с евро работаем, потому что ставим на снижение курса американского доллара, и евро в этой связи может выиграть. Но чтобы с фунтом, опять же, не обжечься, сейчас лучше держаться в стороне, потому что есть еще фактор неопределенности, связанный с ситуацией вокруг Брекзита, тем более, что Дж.П. Морган после вчерашних заявлений о повторных мерах ограничения допустил, что вторая волна ковида может стоить экономике Англии больше 5% экономического роста и, скорее всего, заставить Банк Англии предпринять дополнительные меры стимулирования, увеличения программы количественного смягчения и снижения ставки до отрицательных значений. Короче, фунт интереснее с точки зрения фундамента, но пока в него лучше не лезть. Евро-доллар, цель прежняя 1.20, сети повторили, что ничего не меняется в плане ожиданий, так же, как и наш целевой ориентир 1.2. Что касается рынка нефти, 41.57 на данный момент. Вчера снижение было следствием роста курса доллара и сообщение о том, что в Ливии рост добычи из этого региона может стать причиной увеличения предложения в мировой экономике. И, логично, в принципе, это ослабило котировки, но фон настолько стремительно и часто меняется в рамках нефти, что я предлагаю оставить его в покое. На такой неопределенности торговать активам невозможно. Поэтому ставим, как и раньше, на снижение курса американской валюты и покупку главного валютного риска евро против доллара. Друзья, на этом все. Всем пока.